Аудиогид по памятным местам города разработала экскурсовод музея истории Хабаровска Майя Реджепова. А он называется «Городские легенды». Рассчитан на пешую экскурсию по улице Муравьева-Амурского и содержит информацию о 10 интересных объектах. Подробности в сюжете Анастасии Незнановой. Начало нашего маршрута от Ясеня Арсеньева. Обратите внимание, это памятник живой природы. Он был посажен в 1911 году. Манджурский ясень Владимир Арсеньев посадил у себя во дворе в честь приезда брата. Сто лет назад знаменитый краевед и писатель жил здесь же. Тогда на месте многоэтажки на пересечении улиц Широнова-Муравьева-Амурского стоял деревянный дом. Когда то здание сносилось, строился новый дом, появилась табличка «Ясер Арсеньева не рубить». Инициатива создать аудиогид по историческим местам Хабаровска принадлежит одной из российских телекоммуникационных компаний. Майя Реджепова написала к нему текст этим летом. При большом объеме информации нужно было составить лаконичный рассказ примерно на полтора часа. У нас история может быть небогатая по времени, если брать исторический отрезок. Но она очень богатая на события, поскольку мы захватили и дореволюционный период, и исторический период революции гражданской войны, что здесь проходило по особенным условиям. Здесь были очень яркие личности. Аудиогид «Городский легенд» бесплатный. Чтобы его прослушать, нужно скачать приложение «Сюрпрайзми». Там очень много аудиогидов по другим городам. Если вы поедете, то можно будет слушать и другие. Но здесь, если вы идете в Хабаровск, то этот аудиогид будет один. Поведать обо всем за полтора часа невозможно, но автор гида постаралась по чуть-чуть рассказать в том числе о не очень заметных даже для местного жителя вещах. Например, о мемориальных досках здания театра драмы. Здесь в мемориальном доске Елене Паевской и ее мужу Валерию Шаврину. Шаврин, чем он уникален? Он и драматург, и артист, и режиссер. Он сам писал, пьесы сам их ставил. Удивительно, что люди подобного масштаба, потому что Елена Паевская в свои годы считалась одной из лучших героинь Советского Союза. Для нас это удивительно, почему люди такого таланта оставались в Хабаровске и долгие годы не уезжали. Дело в том, что работать на Дальнем Востоке раньше было почетно, а Хабаровский театр считался тоже одним из самых уважаемых в Союзе. Не все обращают внимание на табличку слева от дверей театра. Она указывает, что в этом здании когда-то выступал Эдди Рознер, великий джазовый музыкант. В 1934 году в Нью-Йорке он участвовал в конкурсе, где соревновался с Луи Армстронгом. Тогда Армстронг занял первое место, а Рознер второе. Позднее Луи подарил коллеге свою фотографию с автографом белому Луи Армстронгу. Рознер в ответ презентовал ему свою с подписью «Черному Эдди Рознеру». На Дальний Восток Рознер попал в качестве репрессированного. Его обвинили в измене родине, да и по документам он был гражданином Германии, родился в Берлине в польско-еврейской семье. Сначала Эдди сослали в Хабаровский край, затем на Колыму освободили после смерти Сталина в 1954 году. Всего того, что он был человек выдающийся, его отправили, чтобы он для хабаровчан мог играть концерты. В этом здании с 1946 по 1948 год он давал свои выступления и сколотил оркестр из военнопленных. Ну, хоть и довольно кратко, но в аудиогиды эта история тоже есть. Аудиогиды с экскурсиями по разным городам востребованы формат для путешественников во многих странах мира. Интерес к Хабаровску среди россиян и иностранцев год от года растет. И сейчас, несмотря на пандемию, город серьезно готовится ко встрече гостей. Анастасия Незнанова, Александр Марченко. Смотри Хабаровск. В сюжете мы рассказали об аудиогиде на русском языке. Кроме него в городе разработали аудиогид для иностранцев на пяти языках. Более подробно об этом мы расскажем в новом выпуске программы «Хабаровск. Мы». Он выйдет в эфир до конца октября. Не пропустите. Продолжение следует...